Микс Ньюс Добрый день, 12.12 на часах. Мы начинаем программу «Разворот». Сегодня веду ее я, Лена Борисова. А в гостях у нас сегодня, как уже было ранее анонсировано, министр внутренних дел Сантис Гиргенс. Здравствуйте. Здравствуйте. Если у вас есть вопросы по поводу обеспечения общественной безопасности, охраны, соблюдения законности, правопорядка, борьбы с преступностью, то тоже призываем вас звонить в наш эфир, 672-12-939, 672-13-939, а также свои вопросы вы можете вам задавать у нас в WhatsApp 2061-91. Начать бы хотелось с актуальности, с ажиотажа в связи со строительством здания службы госбезопасности, который находится под вашим патронажем, под Министерством внутренних дел. И я поясню нашему радиослушателям, в чем суть этого конфликта, как вы до эфира сказали, почему конфликт, почему ссора. На территории бывшего велотрека «Марс» на Тейке хотят построить здание службы госбезопасности, жители, часть жителей выступает против этого и хочет там видеть сквер и парк, а вы, как я понимаю, как раз-таки не против, вы говорите о том, что, в принципе, служба госбезопасности в какой-то, может быть, в известной степени стала заложенной комисситуацией, план разрабатывает Рижская дума, и пусть здание будет там. Вы уже все сказали. Все правильно. Что я могу подумать. Все я правильно изложила. Вот, тогда есть просто разность мнений. В частности, вот у вас недавно был эфир, у журналиста господина Домбурса состоялся тоже круглый стол, куда были привлечены и сторонники этого решения, и противники этого решения. О чем в итоге вы договорились или уже все решено, то есть сама по себе эта передача, ее создание было, не носило никакой смысл. Спасибо, что вы меня пригласили. Я всегда рад прийти в студию и попытаться объяснить свою точку зрения. И мне всегда было важно понять структуру и логику мышления. И мы видим, что в данной ситуации, в принципе, есть две аргументы. Первое – это парк, второе – это здание. Но давайте, то, что я всегда говорил, будем углубляться в деталях и какая-то общая картина. И что касается безопасности, что я вижу? Что, в принципе, Евросоюз сталкивается с несколькими новыми и сложными угрозами безопасности, как, например, радикализация, нелегальная эмиграция из стран Ближнего Востока, Африки, терроризма, организованная преступность, экономические преступления, киберугрозы, шпионаж и так далее. Это повседневно мы с этим работаем. И слава Богу, что я для себя отметил, что жители Латвии и их семья повседневно более-менее не осущают эти риски и угрозы. И слава Богу, что так. Но это, в принципе, и работа правоохранительных органов и службы госбезопасности. И что дополнительно мы видим, что есть эта неостойчивость безопасности в большинстве стран Евросоюза, и мы увидим геополитические риски в соседних странах. То, что касается в отношении парка или сквера, я могу сказать, что в Риге есть на данный момент альтернатива. Как видели, у господина Домбурса присутствовал и нынешний мэр Рыжки и Думы Буров. И как он утвердил, что есть возможность создать такую зону зеленую, около 45-й и средней школы. Там есть территория 2,3 гектара. И мне кажется, что, в принципе, проблема решена. Да, но безопасность людей, перечисленные вами угрозы, которые в том числе могут поступать извне. Как они связаны конкретно с местонахождением самого здания? Здесь вообще начнем опять с вопроса, почему мы вообще должны развивать инфраструктуру для госслужбы безопасности. Во-первых, мы это пытаемся уже сделать с 2008 года, и никак мы не можем решить эту проблему. И то, что я своим оппонентам сказал, мы не против парков, мы не против скверов. Но если кто-то приходит и говорит, вы знаете, вы должны, ну, есть какой-то вариант где-то построить альтернативное место для зданий. Я говорю, хорошо, но тогда, пожалуйста, будем говорить конкретно о деталях. Сколько это стоит? Что говорят архитекторы? Возможно ли где-то в другом месте это построить? Сколько это будет стоить? И тем более никто еще не говорил, что, мне кажется, после 2008 года уже был, в принципе, там проект на строительство Рижского окружного суда. Там был проект, там был произведен, скажем, опрос общества. Там видно же протоколы в Рижской думе, в страничке веб. Только зайдите и посмотрите. То есть, никто об этом не говорит. Еще одна такая интересная вещь, тоже, о чем вообще общество не говорит. Вот я хотел для себя отметить. Вот представьте, мы сейчас, я и вы, у нас у каждого есть своя земля. Я сам на своей земле, то есть, там есть зеленая, была, была ВЭФ, в принципе, это новая тайка, да? Там была свободная земля, там была зеленая возможность построить парк, все остальное. Что сделал предприниматель? Застроил многоэтажки, скажем, с целью их продать, реализовать. И он указал на вашу недвижимость, говорит, там будет парк. Ну, мне кажется, двойная мораль. То есть, кто-то быстрее что-то сделал на своей движимости, показывать пальцем на другой земельный участок и говорить, что там должно быть. Ну, а я, как говорил, вот ко мне приходили эти люди, я всегда говорил, давайте разделять, кто чем борется. Я за тех людей, которые действительно борются за парк, за зеленую зону, мы видим, что есть альтернатива. Но я против тех людей, которые, я извиняюсь, реализовывают свои коммерческие интересы, но у них есть другие мотивы. И тем более мы видим, что в Риге уже началась предвыборная кампания, уже идет реклама, голосуйте, я там буду мэр и так далее. И определенно люди тоже в таком виде хотят получить, ну, какие плюсы в отношении своей политической партии. Я мыслю прагматично, ну, и делаю свою работу. И я, конечно, за то, чтобы местным жителям тоже была возможность своими детьми жить в нормальной среде. Но я вижу, что есть альтернатива. Ну, вы уже приводили тоже похожие примеры в других эфирах. Вы сказали, смотря кто за что борется, в таком случае, вот, вашим противником является ваш же коллега по кабинету министров, ваш коллега по коалиции, министр юстиции, я не сборная. Тогда против чего он борется или за что? То есть, правильно я могу пересказать ваш, вот только что вами сказано, что, иными словами, он борется не за скверы и парки для людей, а за предвыборную какую-нибудь агитацию поиска избирателя? Ну, это один из аргументов. Второй, мы видим, в каждой политической партии есть своя предвыборная программа, правильно? Правильно. И Явна Консульта Ива Партии, она, в принципе, одной их целью было, ну, скажем так, объединить службы безопасности, присоединив и КНАП, и сделать один супербюро, с которым можно было в Латвии, не знаю, что сделать. Может быть, всё, да? Может быть, всё. Я с этим не согласен, президент с этим не согласен. Мы видим, что международная практика в том, что в каждом государстве разделяются функции между службами безопасности, каждый занимается своим делом, и нет такого одного супербюро, которое, в принципе, может повлиять на и на политические какие-то вопросы, и, в принципе, ну, то есть мы можем и не получать объективную информацию. То есть на данный момент у нас есть и САП, и ВДД, и МИДД, и КНАП, а вот служба безопасности, я сейчас разделяю правоохранительные органы, в том числе КНАП, мы получаем отдельную информацию. Мы можем сравнить, куда идём, какие риски, против кого мы боремся, как это всё устранить. А если будет один бюро, ну, я считаю, это риск для государства, для демократии. Продолжая эту мысль, вы начали всё перечислять, все наши специальные службы, правоохранительные органы. Кстати, не считайте, что их у нас слишком много? Я это не считаю, потому что, ещё раз говорю, у каждой структуры есть свои определённые функции. То, что если мы говорим про, например, ВДД, службу безопасности, они занимаются в том числе и контрразведкой. У САБа свои функции. Тоже САБ и ВДД рассматривают разные разрешения, но к доступу в гостайне, там есть разные категории. То есть это тоже одна из функций. КНАП занимается коррупцией, с чем не занимается госполиция. В полиции есть, если я с другой стороны беру, беру внутренние безопасности, которые занимаются нарушениями именно с чиновниками МВД. То есть каждой у нас лад и функции определённо правильно переделены. А по поводу тогда этой ситуации, чтобы уже поставить, может быть, в ней окончательную точку, в чём основные противоречия и как вы можете характеризовать ваши отношения, допустим, с вашим коллегом Янисом Борденсом, он вас откровенно в эфире называл лжецом. Как вы с ним сотрудничаете? Вы всё-таки оба министра, у вас есть совместное заседание. В конце концов, продолжаете ли вы здоровы сообщаться? Как вы продолжаете работу совместную? Конечно, были интересные моменты, когда, например, в Финляндии есть международное, скажем, мероприятие. Я говорю, здравствуйте, даю руку, господин обращается и уходит. Ну, опять же, это вопрос этики. То есть, господин Борденс обращается и уходит? Да, ну, я обращаюсь к министру, здравствуйте, он не отвечает, уходит. Но, опять же, это вопрос этики, понимаете? Нет, мы поговорим. Второе. Для меня всегда было важно аргументировать своё мнение. Я не принимаю решения эмоционально. Вот, скажем, вопрос был суд, новый суд, экономический суд. Экономические суды. Экономический суд, да. Я же не говорю, что мне что-то не нравится, потому что мне не нравится. Я господину Борденцу сказал, хорошо, окей, хорошая идея, но давайте возьмём другой модель, относим его только к коммерческим или гражданским делам, как арбитраж две инстанции. Потому что Латвии-3, если вы хотите быстрее рассмотреть, мы можем сократить одну инстанцию, в чём и согласны судьи. Но я ему сказал, я не вижу модель, чтобы мы разрешим проблему долгое время судебного разбирательства в отношении уголовных дел. Потому что неважно, какой у вас суд, нужно, во-первых, менять уголовно-процессуальный закон. Перед тем, как вы его не понимаете, не поменяете, ну, неважно. Ещё один появится. Ну, та же самая будет проблема. В том числе, как я указал, ну, как вы можете рассматривать такие уголовные дела, если только есть в первой инстанции 10 судей? Это невозможно. Во-вторых, мы, когда мы были в кабинете министров, я всегда читаю законопроекты и аннотации. Что мы видим? Господин министр Борданс и Министерство юстиции, они пишут, что экономический суд не будет в ближайшее время рассматривать дела по налогам. Это по налогам или по кравшинам? То есть, мошенничество и по налогам. Если кто-то уходит от оплаты налогов, ну, тоже в мошенничественном виде. Я спрашиваю, почему? Это же основные дела, которые должен рассматривать этот суд, правильно? Ответа нет. Ну, вот и в том числе мы видим, что и авторитетный судья тоже пишет аргументы, который видит, что этот суд не будет работать и не достигнет тех целей, которые изначально он должен был бы достигнуть. И на основании аргументов я выражаю свое мнение, что нужно, во-первых, устранить эти моменты, тогда мы можем двигаться дальше. Но мы иногда видим, что вопрос просто двигается вперед, не брав во внимание мнение профессионалов. Если мы перенесемся из здания Кабинета министров и посмотрим просто на жителей Латвии, нас, вот, обычных людей, в принципе, не очень должно интересовать разделение партий. Если мы говорим о правительстве, нас интересует сотрудничество, ваше сотрудничество плодотворное на благо жителей. Как ваша дальнейшая вообще работа, если у вас сейчас какой-то такой холодный конфликт, если министр может игнорировать одного министра, вы не слышите друг друга. Если Борденс может позволить себе встать в заседание и уйти, когда вы, допустим, переназначили или предложили переназначить на должность главы службы госбезопасности прежнего главу. То есть, как протекает ваша работа? Во-первых, всё же видит избиратель, правильно? У нас есть то время, которое у нас дано. Я ещё раз говорю, то, что касается во мне, у меня в семье научили здороваться, сказать спасибо, до свидания, независимо от того, что, может быть, у нас есть какие-то разногласия. Во-вторых, я всегда пытаюсь понять человека, какой у вас аргумент, чтобы сделать одно или другое решение. Если я вижу, что человек тоже аргументирует, мы дискутируем, но если я говорю, вот, суди говорят то-то-то, это не соответствует закону или там коррупционные риски, мне говорит, ну, я знаю, ты мэллс или кто такой, да? Лжет. Мэллс или что-то такое, но это же не аргумент, правильно? И я ещё раз говорю, у меня нету конфликта. Я действительно концентрируюсь на свою роботу. Я должен развивать систему МВД, я должен развивать госполицию. У меня действительно хватает моментов, которые я хочу сделать, чтобы не было формальности, чтобы та же самая полиция была бы доступна, открытая, чтобы работали профессионалы. Нам, конечно, прикосноваются разные моменты, то же самое, один вопрос, конвой, да, в суд. Ну, я господину Борданску говорю, почему дорожная полиция должна конвоировать задержанных от центральной тюрьмы или других в суд? Почему мы не можем больше использовать видеоконференцию, что обосначены суды, да? Какой ответ? Никакой. Ну, то есть, где-то в 2020-м, в 2023-м будем решать этот вопрос. Почему? Я же вижу, как можно это сделать. Та же самая экспертиза, да? Ну, я вижу, как конкретные предложения, как мы можем улучшить качество экспертизы. Ну, опять же, один пример. Те же самые сигареты. Я уже в феврале начал эту проблему, потому что люди, ну, уже годами говорили, торгуй сигаретами. Я начал решать вопрос, мы встречались, ну, не понял, отослал официальное письмо, и там уже полиция вместе с журналистами тоже начала этот разбирать вопрос. И где мы сейчас? Уже прошло, опять, мне кажется, второй месяц, мы приготовили изменения в уголовном законе, они застряли в Сейме. Хотя, если бы вы хотели, мы эту проблему решили бы очень быстро. Ну, вот. Ну, из-за чего все тормозится? Из-за разности, не знаю, политических ориентаций в коалиции? Я не знаю. Я действительно не знаю. Я еще раз говорю, у меня есть такое, не то чтобы желание, я всегда так. Я общаюсь, я вижу проблему, я всегда говорю, какое решение? Мы вот, у меня в министерстве как работает? Я говорю, вот такая проблема, пожалуйста, такое время приготовить предложение, как работает, как разрешить эту проблему. Мне весь департамент работает, приносит изменения в законодательстве, там уже я по процедуре отдаю министр кабинетов. Если нет, ну тогда, извиняюсь, я должен искать пять депутатов и обойти эту систему, быстрее это делать. Но еще раз говорю, если в этой стране политики что-то хотят сделать, и есть общее понимание, очень много можно сделать, ну, там, не знаю, в течение месяца. Если не хотят, ну так не хотят. Те же самые границы. Ну, посмотрите. Ну, вот говорят, сигареты там идут. Я говорю, а почему невозможно, я сейчас сам смотрю, почему невозможно... Да, агронослужба тоже находится под вашей... Да, именно. Ну, не то чтобы мы... Мы задерживаем тоже и эти сигареты. Вот буквально вчера мне была встреча с послом Беларуси. Говорю, как улучшить систему сотрудничества международной, чтобы унизить этот поток сигарет. Одновременно я должен отсылать письмо в Сэйм, пожалуйста, быстрее принимайте решения и принимайте изменения в уголовном законе. Третий. Это не под меня, это под Министерством финансов, Министерство это вид, ему это, да, а таможня. Я говорю, давайте можно купить программатуру, которая перед рентгеном больше, как искусственный интеллект, анализирует состав этих... Ну, там, например, идет же груз, да, груз, да, груз. Да, груз. Разве трудно государству купить такую программу? Нет. Ну, так получается вопрос, а кто же, почему нет интереса? Ну, вот и возникает вопрос. А если бы хотели, очень много чего можно сделать, и здесь только вопрос желания. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу, после чего вернемся. Напомню, у нас сегодня в гостях министр внутренних дел Сандей Скиркинс. Микс Ньюс. Продолжаем разворот, еще раз напомню, министр внутренних дел Сандей Скиркинс у нас в гостях. Вы были недавно в эфире Латвийского радио, и там комментировали также размещение различных мнений в социальных сетях о пользователе, в том числе. Вы высказывались по поводу размещения фейков, и вот сказали о том, что тем пользователям, у которых чешутся пальцы, что-то написать, там, я не знаю, национальную рознь какую-то принести, внести в общество. Вы знаете, мы за вас, мы вас мониторим, мы вас за вами следим, мы вас найдем. Я прокомментирую этот вопрос. Я уже, конечно, получил, есть у нас такой журналист, Лато Лапса, который отправил заявление генпрокуратуры, чтобы возбудили уголовное дело. Я к этому и веду. По поводу свободы слова, что вы якобы ограничиваете. И уже другие, да, что господин Гиргенс уже, я не знаю, там, или Лукашенко, или кто-то такой, Латвия, там, не знаю, чем занимается, но я людям могу сказать, это было вырвано, вырваны и сложены две аргументы, которые не были совместны. Этот мой комментарий не был никак связан с Домом Госслужбы Безопасности, я его отметил в отношении тех людей, которые в комментариях пишут комментарии о ненависти, призыв к ликвидации этнических групп, мат полный, да, то есть мы, и это, например, был господин Энзинч. Я, например, как сразу увидел этого господина, который уже заранее был в суде, он в прямом смысле говорил, что в Латвии есть коронавирус уже, что нужно ликвидировать китайцев, что я сделал? Я это сразу отправил в госполицию, заместитель начальника господина Гришина сказал, пожалуйста, посмотрите, нет ли там состава для уголовного процесса. Как мы видим, органы среагировали, есть процесс. Я вот именно только к этим лицам, которые в комментариях пишут, разве это нормально называть других жидами? Разве это нормально обзывать человеческими или анатомическими органами друг к другу? Вот скажите, господа и те, которые слушают, разве это нормальное демократическое государство? Для меня, может быть, это ненормально, я не признаю, но другие скажут, это мое мнение, я так вижу мир, почему я не могу это писать? Подождите, какое может быть ваше мнение описать, уничтожить китайцев или неевреев, жидов или так далее? Что это такое? То есть, я к чему хотел привести? На ближайшее время у нас будет, я буду создавать группу между медиами и с ними вместе общаться на тему, как соцсети или, например, ну я просто к примеру, или там Делф или Тевенет, каких их предложений, чтобы такие комментарии, которые призывают к ненависти или призыв к ликвидации этнических групп, как их быстрее удалить? Потому что эта ситуация не может так продолжаться. Но в том числе, конечно, те, которые люди комментируют, там или политические процессы, или осуждают какие-то политиков, конечно, это право свободного слова. Пожалуйста, мы, слава Богу, живем в Латвии, в свободной и суверенитетной стране, и вы можете писать все свои мнения, что вы пожелаете. Ну, действительно, люди подумают иногда, ну что вы пишете? Ну это же, вот, например, тоже был P.T.com, да, ну там пишут, с кем ты вместе, кто твой ребенок, кто твоя там жена, и что вы там делали? На вас? Конечно, но это же противно. Я считаю, я стараюсь не читать эти комментарии, но это противно, когда уже заходят в такие личности, но это неприятно. Это желтая пресса от этого, да, к сожалению, никуда не деться. Если, я еще раз говорю, если демократия, свободное слово, синоним таким комментарием, ну что я могу поделать, ну такое мнение. Хорошо, перейдем к другой теме, инскюзис, да, многолетний шеф полиции покидает эту должность уже в этом месяце. Для вас, как вы считаете, это потеря для национальной полиции? Ну, я еще раз всегда говорил, каждый руководитель организации оставляет свои следы, и, ну, в развитии организации я хотел, конечно, сказать спасибо господину Утюзу за то, что он и не в самые, как говорится, легкие времена был руководителем, он сделал свое дело. Ну, я всегда говорю, какой сейчас в данной ситуации полиции и что высоко поставленные, скажем так, чиновники сделали за это время, чтобы более улучшить эти структуры, да, вот это самый важный вопрос. Сделали ли все? Что мы видим повседневно? Формальность. Иногда люди не понимают, куда давать, например, заявление, чтобы начинать уголовное дело. Иногда бывает проблема с этикой, культурой. Иногда мы видим какое-то насилие. Мы видим, что те же самые сотрудники не особо образованы. Не все, но в части, но они не понимают, не обучены. Это его недоработка? Идем дальше. То, что я вижу на данный момент, что мы делаем. Мы вводим новую модель управления. Мы работали с международными экспертами и Эстонии, и Финляндии, и других стран, которые дали свое зрение на то, какая структура госполиции. Мы видели, что очень много дублируется функций. Мы видим, что нет технологических решений, как быть более эффективным, модерным. То есть, мы видим современным, что развиваются технологии. Этого ничего нету. Действительно нету. И когда я захожу, я еду по участкам, я говорю с этими людьми, работниками. Они, как говорится, это свежий воздух. Говорят, как министр предлагает что-то изменять? У нас четыре журнала, мы хотим один или в электронном виде работать. А почему у меня на руках 300 процессов? А как я могу их расследовать? Это из-за отсутствия сотрудников и нехватки персонала. Ну, именно. Поэтому такая нагрузка возрастает. Здесь же вопрос еще о том, сколько людей приходит на службу. Ну, например, те же самые, извиняюсь, ну, как говорится, темные дела. Мы сейчас тратим… Что вы под ними имеете в виду? Ну, темные дела, те, которые уже невозможно раскрыть. Ну, например, кражи, ну, кто-то украл велосипед. Ну, ясно, это было три года назад. Ну, это дело не раскроешь, увы. Но таких дел очень много. То есть, чтобы закрыть эти темные дела, в Риге даже нужно пять лет. Но за эти пять лет мы платим сверхсрочные деньги для тех работников, и они не делают ту повседневную работу, которая была бы лучше на свежие, скажем, те преступления. Что я хотел сказать? Я сам иду у генпрокурора, решая все эти вопросы, которые должен делать начальник госполиции. То есть, на данный момент, за этот год я сделал очень много работы, которая должна была произведена уже в течение много лет с высокопоставленных лиц госполиции. Нет? И почему я говорю, вот видите, у вас есть интерактивные какие-то телевидения, ну, это все, да? Что я хотел сказать? У вас должна быть группа, которая повседневно работает на развитие структур, то есть, в том числе, госполиция. Она должна смотреть, закон, как работает закон, что не работает, а как может снизить документацию, а может все сделать на одном бланке. Три недели назад я встречался со всеми из генпрокуратуры, стесу намадин, то я сказал, мне нужно, чтобы за этот или самый худший вариант на следующем году было произведено, что полиция при расследовании производится аудио-видеозапись. Не просто он от руки пишет там протокол. А сейчас так? Нет, сейчас или с руки, или с компьютера печатают. Но это же, я извиняюсь, это же очень много занимает времени, правильно? То есть, не включается кнопка действительно на диктофоне? Конечно. И второе, сколько я получаю жалоб, что полиция не сделала то, что там была, например, агрессия, что не соблюдали закон. А как я могу это интересно проверить? А если бы была аудио-видеозапись, никаких вопросов. Открываем файл и смотрим, какие вам задавали вопросы, что вы делали. И, значит, мне бы помогло тоже, как говорится, делать надзор. И у меня вот эта установка, я им спрашиваю, они говорят, да, министр, это можно сделать. А много жалоб на сотрудников полиции по задержанию, по ведению дел? Очень много. Очень много. Я даже сегодня встречался и говорят, почему при введении в имущество, там был судебный исполнитель, почему полиция отнимала телефон или что-то не делала, или делала, да, наоборот. Я получаю очень много жалоб. А почему мы не могли произвести этот видео-аудиозапись уже, там, не знаю, пару лет назад? Потому что в судах уже есть процесс под аудиозапись, правильно? Правильно. Ну, это опять вопрос желания, и кто-то был должен на это сделать. Ну, на данный момент это я. По поводу дела и их исходов, я так для сравнения вам приведу ситуацию. Допустим, с Леповским металлургом, да, это дело, которое принесло государству огромный ущерб. Может быть, я слушателям поясню. В 2013 году государство погасило кредит за Леповский металлург в размере, ну, почти 70 миллионов евро перед итальянским банком. Эти деньги предприятие обещало вернуть государству, да, велось дело несколько лет. И вот буквально несколько недель назад госконтролю пришел отчет о том, что дело закрыто, виновных не найдено. Это вот одна сторона. Допустим, другая сторона. Вот недавно, в прошлом году суд, Рижский суд Видимского предместия назначил два месяца заключения мужчине за то, что он не оплатил ужин в ресторане и ушел. То есть этот мужчина сидел в тюрьме два месяца, ну, плюс еще потом также заплатил за свой ужин. Я к тому, вот о равномерности исходов, рассмотрения дел. Вот там никто не наказан, никто не несет ответственность никакую. А здесь человек, мало того, что содержится в тюрьме эти же два месяца за казенный счет, да, потом покрывает эту сумму неоплаченного ранее ужина. Ну, а соразмерности, если порассуждать? Во-первых, вы затронули очень много тем. То, что касается суда, это уже... И рассмотрение дел, да. И рассмотрение дел, это не является, ну, так, по закону компетенции Министерства внутренних дел. Но мне вообще интересно, это структура сама, как улучшить процессы, чтобы снизить время на рассмотрение уголовных процессов. Ну, следствием и полиция занималась, потом дело было передано в прокурату. Ну, вот смотрите, вот смотрите, интересное дело. Во-первых, чтобы была возможность быстрее рассматривать дело, опять же, то, что я говорил. Я же вижу, я говорю, есть определенные мои предложения по изменению уголовно-процессуальному закону. Ну, закон, если он не предусматривает, например, быстрее закрыть дело, например, да, ну, я так говорю. Ну, например, если в суде, ну, он предусматривает, но я говорю сейчас про суд. Если вот было мне такая интересная в моей практике, как у адвоката, что есть уголовное дело по 218, часть 18, это по налогам. А там ситуация интересная, уже 9 лет идет дело, приходит налоговая вид и говорит, я извиняюсь, у нас никаких претензий нет. Ну, все там уплачено, прокурор говорит, да, это факт, но закон не предусматривает закрыть дело, мы должны идти дальше. А прокурор предлагает, ну, господин, признаете свою вину, и мы там закончим дело. Он говорит, я не виноват, почему я должен признавать свою вину, да, то есть у государства претензий нет, но все равно его, вот этот один способ, как закрыть дело. То есть этот один пример приводит к тому, что нужно определенно предусмотреть другие альтернативы, когда, например, у государства никаких претензий нет. И явно государство тратит деньги на такие процессы, что их возможно быстрее закрывать. В Америке, посмотрите, те же самые процессы. Заходит налоговая и говорит, господин, мы считаем, что вы мошенничество там с конкретными налогами, мы вам предлагаем, чтобы не начинать процесс, сразу заплатить столько-столько, и никакого процесса не будет. Конечно. И говорит, и ты сам думаешь, да, хочу, не хочу, ну, наверное, не хочу, он заплатил государство, процесса нет, а как у нас? У нас все равно заплатил, не заплатил процесс, то есть никакого-то эффективного процесса нет. То же самое я предложил, давайте устранить боли, ограничивать дебаты, прения в судебном разбирательстве. Правильно? Правильно. А как иногда тоже, ну, сейчас мы к этому идем, еще приходит прокурор или там это, он приносит там все томы материалов, и судья по листику, по листику разбирает, разбирает. Зачем? Судья уже должен понимать, прочитать эти все томы и сказать, господин прокурор, ну, какие аргументы быстро, еще дополнительно в отношении там, ну, этого, а какие у адвоката, чтобы не это. И решение, я вам сразу говорю, в течение года или быстрее будет решение, и это ваша проблема, как вы будете проводить свои свидетелей дополнительно, и я говорю, в таком числе будет решение, вот так нужно работать. И я считаю, что это в Латвии возможно сделать, но, увы, пока Министерство юстиции не в моей, как говорится, видении, ну, я считаю, что, может быть, как-то вместе мы до этого дойдем. Хорошо, по поводу соотношений, я привела еще другой пример, по поводу обычного жителя, гражданина Латвии, и его заключение тюремного после того, как он поужинал, не заплатил. Да, вот это два месяца тюрьмы с погашением той суммы. Это ненормально, я не считаю, что это нормально, и тем более, я еще раз говорю, всегда государство должно рассчитать, сколько будет стоить ресурсы правоохранительных органов прокуратуры суды в отношении того, что человек сделал. Но одновременно и не должна быть ситуация, что человек или законодательство разрешает, например, в мелких объемах произвести кражи или другие уголовные преступления. Разрешает. Ну, это не было бы правильно, чтобы разрешать. Один из моментов, например, сигареты. Ну, один из примеров. Сейчас было только, ну, там, те, которые там в мелких условиях продавали, административное нарушение. Ну, и полиция изнимает и составляет тысячами протоколов, и уголовной ответственности нет. То, что я предложил из Министерства внутренних дел, первый раз, вне зависимости от того, там, было или не было. Уголовная ответственность. Не, 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 нет. Мы вас предупреждаем. Если мы в течение года вас еще задержим в отношении этих правоправных отношений, у вас будет уголовная ответственность. А там уже у судей есть три варианта. Или конкретное тюремное заключение, или песпеду дар в принудительную работу, или же денежный штраф, если он оплатит это, да. То есть, есть варианты, на что мы можем выбрать. И то есть, при таких случаях, я еще раз говорю, такой процесс должен быть. Если мы декриминализируем какие-то, в принципе, объемы каких-то действий. Например, кража, там, до 140, 150 или какую-то сумму, которую государство выбирает. Первый раз мы говорим, извиняюсь, это мы вас, ну, как говорится, предупреждаем. Одновременно нужно понять, чтобы этот человек возместил ущерб потерпевшему. Второй раз будет уголовная ответственность. То есть, нужно работать над улучшением, ну, скажем, законодательства. Такой вопрос, господин Гиркинс, а почему вы хотите возглавить еще и Латвийскую футбольную федерацию? Ну, вы сегодня уже приготовили настолько вопросов. Я расскажу, во-первых, ну, опять же, начнем, что такое спорт. Начнем с уровня политики. С уровня политики, если мы смотрим нормальные, развитые государства, есть такой термин спорта-дипломатия, дипломатия спорта, что предусматривает, что государство вырабатывает спортивную дипломатию, чтобы улучшить бренд взаимований Латвии, ну, например, Латвии, и чтобы развивать нашу страну. Вот, например, то же самое, смотрите, Порзенди, Бертанс, они играют в НБА, есть баскетбол, они дипломаты, по сути. Но с ними никто сейчас не работает, чтобы они рекламировали Латвию. Никак. Хотя у них настолько фолловеров, миллионы в государстве. Мне кажется, все их фанаты знают, что они из Латвии. Ну, все равно, но систему, например, мы сейчас работаем над планом, национал ассоции и баспланс, над планом развития до 2027 году. Вы этого не увидите. И я сказал, почему у нас нету спортивной дипломатии. Во-вторых, что я вижу, спорт является ДНС нации. Ну, возьмите любую страну, да. Это, во-первых, мы говорим о том, что спорт нужно развивать, спорт предусматривает… Я же с вами не спорю, я с вами согласна. Но я еще раз, и третье, ну, пойдем дальше. Люди хотят понять интерес. Какой у вас интерес? Во-первых, должность председателя Латвийской футбольной федерации не является… Там не платят зарплату, там нет зарплат, нет никакого интереса материалов. То, что говорил господин Камин, что там что-то будет строить, бюджет, это тоже лживые факты, чтобы только, ну, что-то… Я не знаю его аргумент. Ну, пусть этим занимается другой специалист. Третий, что я хотел сказать, мой личный интерес. Я еще раз говорю, те ребята, которые сейчас в спорте, они не могут развиваться, потому что системы никакой нет. И клубы не смотрят на их здоровье, их нету системы развития, да. Мой сын тоже 8 лет играет. Я на самом деле, я бы хотел, чтобы он здесь развивался. А когда вы будете это развивать? Вы министр внутренних дел. Во-первых, если вы считаете… Это, во-первых, хотел сказать то, что сейчас поменялось и устав Латвии с футболной федерации. И там есть управление тоже, и комитеты. И это не только один президент Латвийской футбольной федерации. То же самое, что у нас есть премьер-министр, у каждого есть своя ответственность. И я считаю, что если человек правильно делегирует задачи и правильно, как говорится, разделяет свое время, то это одному другому никак не прово... То есть вы считаете, что, не знаю, вы можете совмещать полномочия министра с главой Латвийской федерации. И вы еще на магистратуре учитесь, да, сейчас? Я учусь. Ну, я закончил сессии, у меня от лишней отметки. Это зависит от того, что один человек в жизни одну вещь не может хорошо делать. А есть такие, которые могут делать все более. У меня есть много энергии, я умею распределять свое время, я умею находить качественных рабочих, скажем так, своих коллег. Например, в министерстве МВД у меня работают отличные коллеги, которые профессионалы по каждому вопросу. Так пусть они возглавят. И третий. Можете их рекомендовать. И посмотрите всегда, какая международная ситуация. Очень много высших поставленных чиновников государств являются тоже самыми президентами футбольной федерации, что позволяет им представлять интересы своей страны, то есть в моем случае Латвийской республики, чтобы говорить о своей стране, чтобы развивать ее. Логичное министерство культуры, да, мне кажется, тогда работать. Ну, если вы говорите о каком-то перекрещивании взглядов, да, и там спорт, имиджевая история, то это тогда может задаться вопросом министерства культуры, а не министр внутренних дел. Нет? Я еще раз вам веду ваше внимание на то, что какая есть международная практика. Вы сейчас… Я понимаю, о чем я говорю. Я в Латвии. Вот расскажите мне, пожалуйста, вот приходит, например, кто-то едет там, я не знаю, в Арабские Эмираты. Ну, я не знаю, кроме футбола, что вы можете заинтересовать шейха инвестировать там в Латвию, если у вас нет конкретной тематики, на которой начинать разговор? Или другие страны? То есть определенный формат, где встречаются люди с большими ресурсами, нужно вообще начинать с какой-то темы, которая есть общая тема. Вы хотите сказать, что в Латвии очень хорошо презентируют себя в международном уровне? А почему у нас такая экономика? А почему такая экономика? Почему у нас падает транзит? О чем вы будете говорить? Здравствуйте, вы поедете в Россию, скажете, например, как, например, здравствуйте, я приехал, а не хотите завтра, чтобы у нас больше был транзита в Латвии? Почему? У нас есть свои порты, например. То есть всегда, чтобы начинать какое-то дипломатические отношения, во-первых, вы должны найти общие темы между культурами. Я согласна. А между культурами, единственное, одна из тем, которые не являются и есть общие, это спорт. И это всегда было. Ну, это мое мнение, его можно оспаривать, но я так считаю. Я поняла. Наденьте, пожалуйста, наушники, примем звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, коротко. Денис, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Очень приятно было слышать, вроде бы, действительно образованного, современного министра внутренних дел, юриста. Хотелось бы у нас его мнение. Вот он говорил по поводу того, что в свободной демократической стране каждый день исправно высказываем свое мнение с своей точки зрения. Ну, так я поняла его. В курсе ли он, что сейчас вот в Риге идет суд по обвинению Александра Гапунина, который как раз судит за то, что он высказывал в своем мнении, не совпадающей с официальной точки зрения в социальных сетях. Также, вы знаете, под уголовным делом находится журналист Юрий Алексеев, то же самое за высказывание и моей точки зрения. Дело Александра Филеев. Как он это прокомментирует, ситуацию? Спасибо. Спасибо большое. Ну, действительно, три дела перечислены, по которым сейчас ведется следствие. Знакомы ли вы с ними, с этой ситуацией? Что вы можете сказать? Нет, ну, опять же, конечно, я всегда был и буду за то, чтобы было право свободной речи. Мы действительно живем в демократии и так должно продолжаться. Ну, это фундаментальные права, я их не оспариваю. В отношении этих конкретных дел, ну, я всегда другим тоже говорил, ну, можно сказать, что я политик, но у меня есть юридическое образование, я всегда грамотно ставлю, скажем, свои аргументы, во-первых, чтобы и ответить в отношении, что в этих делах, что люди сказали, мне нужно понять, ну, о чем идет процесс, в чем они обвиняют. Я действительно не знаю нюансы, по какой речи и по каким нюансам эти люди призываются к ответственности. Ну, допустим, последнее, что мне приходит на ум, нет, я вот три была перечислена, в чем я точно уверена, допустим, господин Филей обвиняется и возбуждено против него сейчас уголовное дело и, по-моему, даже передано в прокуратуре за то, что он на своей страничке в Фейсбуке написал, что Латвия добровольно согласилась везти сюда танки в 40-м году. Я верю в правоохранительные органы, я верю, что у нас есть закон и что закон работает. То есть, если дело еще не в суде, то есть, тогда, если она в прокуратуре, тогда прокурор ведет надзор над делом и там уже можно или, я извиняюсь, это дело закончится, но если прокурор посчитает, что действительно был какой-то факт, что по уголовному закону нужно дальше двигать это дело в суд, тогда он примет такое решение. И потому у нас в Латвии есть три этапа. Это полиция, прокуратура и суд, которые тоже есть в трех инстанциях. Те, которые люди не виноваты, они должны быть оправданы. И вообще было бы лучше, чтобы такие дела не доходили до суда. Спасибо большое. Это был глава Министерства внутренних дел Сандис Гирк. Спасибо, до свидания.